Здравствуйте, мы на выставке ProdExpo 2021. У нас есть новый спикер. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, какую компанию представляете. Твердохлебов Станислав Власович. Я директор по развитию компании Vita из Омска, из Сибири. Мы вот держу в руках непосредственно продукцию. Производим широкий спектр. Но я взял из нашего кулька, так сказать, чтобы не загромождать руки, только две продукции – это лапша и фунчоза. Это программа импортозамещения, и нам это очень удалось. Удалось в каком плане? Мы достигли буквально за короткий срок 0,3 миллиарда оборотов. И поэтому показатели для продукции являются очень огромными, очень внушительными. Все началось с того, что я в 2014 году выпустил книгу «Сотовая стратегия в экономике» для губернаторов России. И на различных форумах, встречах подарил практически всем губернаторам. Многие были уволены. После прочтения? Нет, так совпало, так совпало. Но это, конечно, шутка. Увольняют не от того, что читают мою книгу или не читают, а совсем. На это есть президент, который принимает решение, и мы должны с уважением его, так сказать, принимать. Но поэтому, значит, еще раз хочу сказать, что «Вита» компания достигла того, что в таких сетях, как «Лента», в таких, как «Вкус Вилл», как «Магнит», как «Метро» нашу продукцию уже можно видеть на полках и заключены договора. Поэтому я хотел бы, так сказать, еще раз, значит, передать привет из Сибири. Здесь у вас вчера было плюс 17-20, там всего плюс 7, но это не мешает нам выпускать очень качественную продукцию. И самое главное, мы сейчас сделали акцент на «Едим дома». Но не нами выдуман этот, значит, тренд, этот выдуман Юлией Высоцкой, ее тренд «Едим дома», вот видите, так сказать, с ее портретом. Почему? Потому что коронавирус и прочие, так сказать, напасти, они все-таки требуют ограничения. Поэтому ту же самую фунчозу, ту же самую лапшу, бешпармаковую лапшу, значит, яичную лапшу можно дома, значит, заварить по рецептам. И ты буквально находишься как будто в казахском, китайском или корейском ресторане. Дальше соус хороший, приправа, ну и, пожалуйста, так сказать, наслаждайся вот в кругу своих там ограниченных друзей или знакомых. Я вас узнал, поэтому очень приятно, что вы берете у меня интервью. Я так понял, что мое интервью сегодня первое, поэтому с почином. И рад тому, что сегодня такая вдохновляющая команда, особенно мне понравился вот молодой человек в куртке, это ваш, наверное, режиссер. Бессменный, да. А, значит, это, конечно, приятно, вот. И я с удовольствием рекомендую вам, исследуя этой вот едим дома, попробовать обязательно заварить по всем инструкциям и насладиться. Почему? Потому что, ну, вы знаете, обычно среднестатистическая семья в России, она все-таки не ест там ни фуа-грани и прочее. А лапша, яичная лапша, фунчоза, спаржа и я завтра принесу вам, не пришло еще из Омска, но сегодня вечером придет, а завтра утром будет. Это быстрого приготовления. Мы с таким лозунгом самадхи выпустили. Так что завтра ждите меня еще с другой линейкой нашей продукции, которую можно сразу же вот заварить кипятком и попробовать. Благодаря вам мы не останемся голодными. И самое приятное, вы принесли сегодня свои королевские продукты, которые уже завивали своего покупателя. И сразу видно, что планы на следующий год у вас тоже уже выстроен и вектор выберен правильно. Не просто выстроен, мы должны, значит, поставлять определенный объем в такие сети, как Магнит. А Магнит это 20 тысяч магазинов по всей стране. Это огромная, так сказать, империя. И чем хорошо, что мы поставляем на единый склад, а уже со склада они разводят, куда им, так сказать, это нужно. Та же самая система и в метро, та же самая система и в ленте. Поэтому это удобно очень. И, значит, мы целый год, целый год, 20-й год, и вот начало 21-го года боролись, чтобы подписать договора. И вот успех нас настиг. Спасибо большое. Спасибо большое вам. Мы ждем вас в следующем году с каким-то новым интересным революционным продуктом, который, надеюсь, тоже полюбится всем покупателям. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok